Всем привет, вы слышите Алексея Халецкого, и это продолжение моей партии заинков на морской карте Архипелаги в Сидмерс Цивилизацион 6. Если вы случайно наткнулись на это видео, то лучше перейти к началу, ссылка на первую серию есть в описании к этому ролику. Всегда лучше начинать просмотр не с середины, а с самого начала. А спонсоры канала все серии видят сразу во вкладке сообщества, спасибо им за поддержку. И всем зрителям приятного продолжения просмотра. Тут чисто буду стоять, контролировать отсюда галеры, а этой буду вот отсюда галеры контролировать. Я вот сюда встану. Пожалуй, подойду, потому что иначе не пробегает. Так, ну предварительно сюда, да? Я пока тут не вижу территорию, поэтому... Блин, как умер житель, да? Вот это подстава. А, нет, он не умер, фу. Это минус житель от поселенца, это не умер. Ой, напугался. Не, лучше так. И здесь строителя... Пойду сюда вырубать под артемиду. Хотя нам надо еще мед будет обработать. Строитель и вырубает, и потом... Так, тут стоим. Войную традицию открыл. Ну, я бы, наверное, ничего не менял. Это пока не работает. Где у нас на... Чудеса? В маст... Нет. Вот, в трудовой повинности. Давайте трудовую повинность откроем. И надо будет карточку... На чудеса ставить. Хотя еще не сейчас. Еще не сейчас. Пока просто на производство. Там, блин, буря пустынная. Так, постоим, полечимся, пожалуй. Че, никто в золотое не вышел, да? Да. Я бы вышел, но я забыл, Галеру у меня там один ход оставался. Я забыл ее вернуть. Было 18-19. Но... И там? Я просто тупо не увидел, что последний ход. Вернее, посмотрел, когда там один ход оставался. Просим Галеру вернуть. Ну, я у меня... Пиндал? Я ее убрал, когда один ход оставался, чтобы я включал. Ну, как бы добить эти очки. Нет, там надо два хода. Потому что, если ты строишь, Галеру... Да, он предел. Вот я вот так вот и не вышел в золотой век. Так, ну, пока рано ставить. Давайте сначала раннюю империю откроем. Ну, честно, не понял. Обычно же надпись. Неужели я ее там не видел 10 ходов? Или это... Астрологию, наверное, не хочу пока. Я ее не видел 10 ходов, но это очень сильно, я тебе скажу. Так, навигацию по звездам, несомненно. И гавани будем строить. А где у нас тут американец? Американец уже где-то тут. Возможно, в судостроении. Да, похоти тут. С транспортом не завязала. Да, блин. Ну, я думаю, тут, наверное, можно стоять. Она уже уйдет отсюда. Так, пока непонятно, куда. Ну, я, на самом деле, не хочу. Американец говорит, чтобы я тут не ставил. Так я тут и не хочу ставить. Да, американец, я там не буду ставить под этот лагерь. Я на другое море. У меня отсылок почему под лист, а не вылетел? Пока нет. Так, сейчас мне ставить? Или я еще что-нибудь могу быстро открыть здесь? Мастерство вообще. А, можно таймер убрать? У меня почему-то цифр зависел. Пост. Пост? Конечно, можно. Убрали. О, вылетел. Ну, наверное, он вышел. Блин, или... Не? Что? Наверное, он сам вышел, не? Не знаю. Не сам. У меня целую игру зависел. Блин, ребят, я ограничения по ходам забыл поставить. Плохо. На 170-му все равно очень длинный. В общем, на 171-й эти пачки считаем. Ну, давайте так, да. Так, лучник повышения, но я там скорее обстреливать буду. Сейчас я перебежу. Рабочий сюда плывет. Нет, давайте мы отменим автомат, потому что может вылезти. Представьте, представьте. Чай поставлю. С таким производством. Так, вкузка, что? Ну, это же, кстати, по-произвесту, чем каплика. Один ход высаживается, второй ход вырубает. То есть, в общем-то... Где-то наверху чудо. Размера торговца тогда. Что ты говоришь? Наверху чудо, если не нужно сходить. Ну, я вижу, вот. Потом музык, который ты воров поставил, да? Ну, видимо, все-таки сюда надо будет ставить заповедник. Ну, хорошее чудо. А, ты же милый. Я забыл, что рядом с центром города не ставится заповедник, что... Нет, так там хавану. Ну, кстати, тогда здесь можно заповедник, там... Нет, тут надо два кампуса. Ты гасила, там еще чудоца есть. Что такое жирное чудо, скажи? Так, что вообще тут по престижу? Слезочка 4, 3, 2, 2, 1. Может, заповедник здесь еще поставить? 6, 2, 2. Атантовальи, да? 7, 2 есть. Вспоминаю, инк может обрабатывать горы. Соответственно... Сейчас его запускаем. Надо как-то расставить так районы, чтобы... Я вот все думаю, куда ППХОС ставить? Не ставить лучше. Кстати, по поводу ППХОС нормальной, он же дает так-то. То есть, она для заповедников, по-моему, ничего не дает. Если места, тогда поставь. А если нет места, тогда не ставь. Произитная площадь имеется в виду. У меня такие места, что куда бы не поставили? Плохо будет. По-моему, заповедника никакого нету. В зависимости от престижа. У него престиж, а не соседство. Так что... Правительственную площадь, наверное, где-нибудь вот здесь можно будет подумать, ставить с этим городом. Что дальше у нас по престижу тут? Надо решить, где тут город ставить. Наверное, вот сюда. А если сюда мы ставим город? А, тогда у нас здесь, кстати... Тогда у нас кампус-то вот сюда, получается, идет. Ну и... Видимо, сюда заповедник. Что рядом с центром города нельзя. Ближе его как-то... Это бы, если возможно, сметочки поставить. Ну, тогда я бы еще в столице сюда ставил заповедник, получается. А вот этот заповедник... Кстати, это очень важно, на самом деле. Это как лести мест. Получается для этого города, иначе город имеют сюда надо ставить. В итоге... А вот в этом городе вообще престижа маловато, но... Но... Блин, не маловато, что-то я переключился. Вот здесь, если я сюда ставлю, то, наверное... Сюда надо будет ставить... Заповедник. Блин, ну тут хреново. Вот видите, алмазы надо обрабатывать. А они как бы снизят престиж. Там железо обрабатывать. Ну, получается, сюда надо ставить заповедник. Видимо. Сюда фигово, потому что вот эти клетки далеко. От города. Ну, кати-гг-шка вполне пускай появляется, потому что тундра мне вообще нафиг не нужна. Так. Где в этом городе ставить кампус? Что делать? Пока непонятно. Ну, тут плюс два есть. В этом городе кампус. Тоже пока непонятно. Может, тут ниже что-то... Ну, тут еще тропические леса, кстати, тоже соседство будет кампусу давать. Ну, в принципе, вот у нас пять городов есть. И мне надо реально... Может, с заповедника и начинать. Хотя тут, конечно, гавани нужны в первую очередь. Площадь уже непонятно. Ну, как... Не то, что плохо. Я просто считаю, что облачный демик это удобнее. То есть, ты не нужно не скачивать ничего. То есть, ты взялась... Загрузился, вроде там человек. Так, ладно. Пойду я покурю, что ли, пока он грузится. Строителя. Ну, ладно. Не, ну амбард пока не нужен. Тут три из пяти. Наверное, все-таки строитель. Что-то из-за груза? Или может вообще... А, заповедник. Вот реально заповедник. Не, 12 ходов долго. Справа, без кнопочки. Потому что там три хода до гавани. Ладно. Пока... Пока строителя. Надо будет строителем вот это все обработать, чтобы производство появилось в Антавайле. Ну, так себе городок пока предварительно. Этот... Варвар, конечно, не в тему тут. Салам, алекула. Особенно с этим пенсионом. Хорошо выглядит. Парни, важный вопрос. Четыре очка передвижения хватит, чтобы прыгнуть и на лес, и на джунгль? Ну, то есть, сперва на лес, потом на джунгль? Если они все на равнение, то да. Так, мастерство открыл. Ну, вот теперь, наверное, имеет смысл поменять на... Может, за неправда. Строительство чудес. Ну, у варвара есть какой варвар? Милишник, он дает зону контроля. Надеюсь, никто не будет строить. Одни чудеса дает зону. У рыцарь дает зону контроля, он ее просто игнорирует. Ну, в моей памяти, я первый раз в жизни этот пантоон взял. Ну, тут, как бы, без вариантов был. Ну, хорошо. Создание строителей... Нет, ну, там не меняется ничего. А, что ты из-за? Нет, там еще же новинка. Блин, да, откуда ты тут появился? Чего там за пантоон такой? Ну, вот, богиня Агна. Чего она зовет? Веру за... Так, уничтожаем. Вырубаем. Блин, я еще не ставлю тут. Так, но мы на один ход откладываем. Просто я не могу поставить, потому что я тут надо сначала мед обработать. Челкан. Деньги на покупку клетки будет. Хорошо. У меня город... Монтовая льет. Управляем. Я бы, конечно, в Вашингтон отправил. Там больше денег будет давать. Но пока я не могу. Класснешься, да? Там надо открыть караваны. Спасный лагерь уничтожен. Вызвали озарение. Каменная кладка. Верховая езда. Деньги ни хрена си. Я ускорение повызывал. Не, ну караваны они не должны мне разграбить здесь. О, нормальные места. Нормальные. Кстати. И тут выглядит, что для этой правительственной площади, возможно, места будут. Нормально. Хорошо. А, значит, тут мы откладываем производство для Артемиды. Ну, я думаю, что я точно выйду. Даже если я Артемиду не смогу построить, тут у нас можно будет тоннель построить. Это выход. Четыре очка дает. Да, где-то уникальный там юнит должен быть. Так. Так, есть и... Нет, кто-то Артемиду построил. Нет. Писен какой-то... Фак. Ну, мне нельзя тут Аракул строить и висячие сады. Да ёперный. Ну, ладно, тогда гавань. Тогда гавань. Ну, как хвастает. У меня уже получается сложитель разгорел. Смотри, кто это был. Кто моё чудо увёл. Атинья, блин. Атинья. Всё понятно. Ну, у него раньше получилось, что я могу сказать. Так, надо, правда, будет поменять карточку бы теперь. Но тут уже политическая философия только. Сейчас четыре хода карточка бессмысленная. Так, проатаковали. Античность. Так, ну, мне, наверное... Так, сколько у этого осталось до... 20 плюс ходов. Потеряет пять очков. Получит пять очков. Восемь очков. Я просто думаю, что мне надо бы... Нет, давайте мы, наверное, этим так поплывём. То есть мне надо этими галерами на ту сторону плыть. Так, лечимся. Поскакали. Подходим. Тут лошадей надо обработать. Тут у нас уже... Артемида не строится. Но рыбацкое судно всё-таки разграбил. Пингалов пуска. Ну, у него тоже пингал, но у него уже он по ходу прокачан и на культуру тоже. Ну, он, наверное, в политическую философию вышел. А нет. За счёт чего он тогда прокачал два раза? Ну, потому что... То есть он где-то культуру так получает или науку уже неплохо. А, вот у него камбус на плюс три. Значит, он прокачал пингалу на культуру. Блин, уже арбалеты у варваров охренеть. А, слушай, я тут проплыть не могу. Ё-моё. Ошибка. Я аж знал, что тут не проплыть. Чё я туда поплыл? Какой-то, кто не в курсе, тяжёлая коляска, если начинает ход на ровной поверхности, имеет три к перемещению, а не два. Ну, я хочу сюда поскакать. Ага, тут конец моря. Окей. Блин, ну мне тут нужны галеры, получается, в Антавалье. Следующим ходом, надо карточку на галеры будут поставить и построить хотя бы одну галеру, иначе... А потом уже только гавань. Блин, по идее, вот сюда ещё город влазит. Кстати. А, нет, не влазит. Сейчас мы тут вниз ещё глянем. Нет, нету места. Всё, то есть тут мы уже... Вот эта огромная территория, смотрите, незаселяема просто. Ну, кстати, прикольно. Возьмём, наверное, античную республику всё-таки. Там я уже... Вот это мы уберём. Так, во-первых, мы ставим плюс 100 к морским юнитам. Дальше тут плюс 2 влияния. Плюс 5 монашества, внутреннее... Изоляционизм хороший, но не сейчас. Так, тут поставим, наверное, всё-таки на поселенцев. Не, блин, там надо гавани сначала строить. Дороговые пути, стоимость покупки клей. Давайте, наверное, просто производство и... И создание строителей. Так, пускай опять расти некуда. Хотя так, отставлю. Тихоньку будет расти. Так, кто меня со счастьем? Плюс 1, ну это потому что этот разграбили. Давайте починим. К идее, она не может захватить моего рабочего. Я вернусь обратно. Так, тут лошадей. Здесь постепенно подходим. Убиваем прачника. Тыгдымкаем и видим, что тут больше делать нечего. Что мы тут открыли? Ничего мы не открыли. Я просто не выбрал, что дальше следовать. Ну, драму и поэзию придётся пока. На Америку дружбу. Я не собираюсь с ним воевать тут. Ну, во всяком случае, так рано. У меня места есть. Алексей, если что, у тебя там, в твоей столице, скоро ГГГ-шку превратится в лагерь. Ну, я в курсе. Мне кажется, нормально, там тундра. Пускай стоит. Просто может и не видеть. Так, еда-производство. Вот хотя бы амбар бы не помешал. Так, давайте-ка этой галерой я, наверное, туда поплыву. Открытые границы с американцем. Здорово. Америка, предложение. Эх, а я не то, что у нас Америка есть. Не переживай, это всё фантазия. Офига, офигайся, что тут у тебя под Вашингтоном происходит. Да, душка. Нормально. Убила по всему. Пойду, железо обработаю. Пожаром, сгорел. Порел на работе получается. Ну, я тут встану просто лечиться. Тут уже, по идее, он сам скоро станет. Ханкорот, вот, ну... Десять плюс ходов. Меня устраивает, что там будет ГГшка. Ну, смешно в ГГшке. Так, есть гавань. Давайте заповедник. Я же на поселенцев ещё не поставил, да? Вот. После заповедника и рощи, я думаю, можно будет... Так, пошли тогда американцы исследовать. Его города. Сколько у него города? Наверное, тоже три должно быть. Да. Я, кстати, гавань ещё не поставил. Я вообще второй в мире, кто гавань поставил. Дед Бородет первый был. А Атини у нас храм Артемида сделал. Так. Ну, я бы здесь постоял. Просто полечился. Так. Блин, может, уже по... А, этих... Не, ну тут надо гавань тоже. Вообще везде гавани. Блин. Тут, конечно, плюс четыре гавань будет, но с другой стороны здесь будет соседство для кампуса. Так что, скорее всего, сюда поставлю. А потом тут ещё можно соседство для промышленной зоны. Вот сюда. Да, потому что тут железо будет давать соседство тоже. В общем, надо подумать там. Два посла в Кугуану. Знаете, надо дождаться, какой тут будет... Какая там будет ГГшка. И, исходя из этого, уже... То есть, я в этой ГГшке тоже первый получу послов. Одного посла, потому что я первый встретил эту... Эту... Этот клан. Так, колесо, обработка железа. Ускорили. Вообще, я думаю, что тут можно поставить... Этот тоннель ингский. Чтобы вот так быстрее проходить туда. Ну, собственно, и это выход в Золотой Век будет. Ну, куда этот варвар делся здесь? Внутреннее море абсолютно понятно. Ну, я думаю, что он где-то тут еще город поставит. И я здесь город поставлю. Ну, не знаю. В принципе... В принципе, норм. Ну, американец имеет, конечно... Очень неплохие преференции со своей способностью. Поэтому... Ну, тут 25 скорее за кампус. Он вообще... Наверное... Пойти глянем. Ноль ходов. Ну, вообще 2,3. То есть, по идее, у него два кампуса стоит. И культура у него от прокаченного... Что-то я не вижу, кстати, его преференции. То есть, это скорее просто вот от... Ну... Просто от... То есть, я точно такой же могу иметь. О, слушайте. Тут же еще фермы-террасы у нас. Блин, а я забыл... Что она дает. Плюс 1 жилье пищи за каждую соседнюю клетку гор. И плюс 2 производства за каждую соседнюю акведук. И 1 производство си... Рядом пресная вода и нет акведука. Но строится только на холмах. Я так понимаю. Да. Ну... Я пока поставлю ферму-террасу здесь. Но на самом деле, скорее всего, тут будет потом производственная площадь. Так, драму и поэзию открыли. И я бы, наверное, поменял... Вот это на строительство поселенцев. Бля, я не заменил античность? Ну, ни хрена себе, чудо света. Ну, долбаные... Ка... Черт. Это хреново. Ну, еще 14 ходов до конца эпохи. Так, давайте ко мне... Ух ты! Не поспись, ты ко мне приехал. Здравствуйте! Уйдем из-под арбалета. Тут нормально, 4 еды. Хотя, конечно, может быть и производство стоило, но... Тут и с тем, и с другим проблемы. О, он уже ко мне отправил караван. 12 золота ему дает караван ко мне. Нормально. Так, я бы рощу хотел, а она сколько стоит в покупке? 300, нет. Давайте мы ее построим. Монумент тут амбар. Почему я гавани в первую очередь строю? Потому что в героическом веке я с них буду получать науку. Поэтому я откладываю имперстроительство кампусов. Блин, а у риски совсем плохо по лексам? А, уникальный юнит тут. Так, что я хочу этим рабочим еще сделать? Крабов обрабатывать не хочу, наверное. Лошади. Ну, наверное, все-таки крабов. Палисан, смысл? Люксы. А, люксов? У меня есть только... Вот этот вот, видите? Это тоже у американцев горы есть. И следующий... Короче, в дальнем горе... Нормально. Да, он еще будет. Я вижу, так один. Аж в дальнем горе он тут... Превратиться в ГГШКО, чтобы эти и арбалетчики ушли, понимаете? О, тайне-о. Так, давайте по городам пройдемся в КУСКО. Можно расти. Вантовайлии можно расти. Уэль-Каламан. Нет, тут надо быстрее амбар строить. Ну и смысл, я поставил карточку на поселенцев. Мне, кстати, военную подготовку надо открывать. А не исторические хроники, чтобы быстрее гавани строились. Опять, кто не в курсе, там написано, типа, только плюс 30% на военные лагеря. На самом деле, он и на гавани работает. Ну, вот тут я могу поставить, пускай меня пообстреливает арбалет. Это, как бы, опыт. О, Аютхая тоже первый. То есть, я тут имею культуру чисто снахождения. Кстати, а вот в Аютхаю, наверное... Но я хочу дождаться все-таки вот этого. Блин, с другой стороны, тут сразу 10% культуры добавляется. От стоимости строительства. Ну, тут, смотрите, я достраиваю рощу. Она 75, то есть 7,5 культуры я получу. Вообще, я бы засоюзил Аютхаю, да. Что она хочет? Центр коммерции. Вот это вряд ли. Так. Да, слушайте, тут есть чем поживиться. Может, даже поплыть, собрать это все. Каким-нибудь юнитом. Такое судостроение, правда, надо открыть для этого. А что я к этим судостроение не иду? Мне надо идти в судостроение. Так, ну это терпимо. Можно постоять. Я бы дуболомом поплыл туда. Сколько у нас досудостроения получается? Два хода. Ну вот сюда идем. Спускаемся на воду и плывем. Блин, там прачник-то. Ё-моё. Блин, слушайте, надо все-таки, наверное... Нет. Думал, может, надо тоннель сделать. Пока я дострою. А что, уменьшилось? Было 4 хода, стало 5. Нормально. Но она, по-моему, только на здания работает, а не на районы. Да, постройки зданий. То есть, например, от... Тридцатого гавани мне не дадут культуру. Куда у нас опять делся этот? У нас очень интересно, конечно, расположены культурные Кагуана и Аютхая в снегах. Так, что там у нас с флотоводцами? Формирует флот. Кто-то на этого, наверное, читает, мне кажется. Кто-то мы еще наняли. И три пророка. Так, религии у нас уже... Нет, одна религия еще может быть. Валим. Так, сколько там? Когда он уже превратится в ГГшку? А, тут у американца все. Кстати, но у него меньше территории. И похуже она похожа все-таки. Ну вот, вот это, видите, от его способностей две культуры валит. Прям просто загубебенительные. Оттуда легионы идут толпами. Римские. Прям интересно, сколько сейчас вот это роща тут даст. Вот так, купи этот ребенок. Я вон купил себе этого. Гипосписка, еду, убиваю, варвар. Блин, 130 голды. Ну вот это роща, вот эти две рощи, конечно, намного круче будут. Потому что это роща, видите, с двумя морскими клетками, это не очень. Но ее надо ставить, я считаю. Мечник 180, стоит, если чем. Жалко, что вулканка. И сейчас поставится роща, и сразу вулкан извергнется. Вообще будет прикол. Шоп нет, денег нет. Не, ну, даже вулкан дает выхлоп, ни хрена себе. Не, ну вы посмотрите на это. Мне прям даже тут кампус жалко ставить. Ни хрена себе. Это очень хороший на маскете ставит. Мне нравится. А, ты про мой город? Да. Там кампус плюс пять будет. Ну да. Нет, ну взаимодействие вообще плохо будет. Я, наверное, думаю, можно домой возвращаться. Я тут все остальное галерой открою. Так. Вот теперь я все-таки поселенца построю. Я уже устал ждать, когда эта эпоха закончится. Судостроение колесо. Давайте, наверное, колесо и обработку жиле. Да, блин, каменную кладку стоило бы. Все, откроем. Я знаю, что я не строю караван пока что. Я не строю маяк, чтобы караван получить. Но, во-первых, видите, вот у меня закончил бегать. Я этот отправлю. Начнем с этого. Во-вторых, мне, ну, другое тут надо строить, а не караван. Спасибо. Так, галера атакована. Колесо мы открыли. Можно водяную мельницу бахнуть. Там буря пик с ней вроде не должна. Да когда ты уже превратишься? Во, в любой момент. Отлично. Надеюсь, хорошая ГГшка будет. Арканзас, река Арканзас. Кстати, интересная тема. Вот, Канзас, по-английски они говорят Кэнзас. Казалось бы, типа Арканзас, должен говорить Арканзас как-нибудь так, да? Но они говорят Арканзо. Вообще, нелогично по-английски, потому что это по-французски. Там были французские поселенцы в свое время, и почему-то сохранилось произношение Арканзаса вот в Америке на французский манер Арканзо. Странно. Так, военную подготовку заканчиваем. Я хочу поставить, чтобы гавани быстрее строились. Карточку еще. Нет, еще не превращается все еще в город. Ну тут, извините, руинки и еще одна тяжелая колесница надо забрать. Ну вот еще эти клетки. Просто ни за что. Просто потому что престиж у него есть. Мне этот престиж еще надо воплотить, да, типа, ставя рощи и так далее. У него просто так. Так, пока никуда. Я все жду, когда здесь появится ГГшка. Амбар завершен. Растем. Восемь ходов поселенцы. Нет, это долго. Так, карточку на гавани. Строителей убираем. Карточку на гавани ставим. И, собственно, тут начинаем гавань. В Антовайлии следующую я буду делать посела. Хотя восемь ходов, видимо, надо в столице все-таки. Я понимаю, что будет минус жителей, но очень долго. Строительство водяной мельницей надо ускорить. Все никак не превращаются они. О. Вот таки. У нас нету плюс пять против варваров, да? А что-то одинаковое. Ну и кто убьет следующим ходом кого? Блин, так не хочется через... Ну, видимо, надо так идти. И там высаживаться. То есть тупо ждать. В надежде, что превратится... В ГГшку. Город. И там можно будет город поставить. Ну, а этого, наверное, я поведу так. Тут высажусь и вот туда поеду. Таким макаром. Черт, опасно вообще-то. Так, пантовали и гавань. Ну, долго поселенец, семь ходов, поэтому маяк. Что, убился все-таки от меня? Или он уплыл? Блин, еще обплывать этого говнюка тут плавающего. Ну, походу, убился все-таки. Да, убился от меня. Наверное, надо возвращаться на лечение. Колосс неизвестный игрок построил. Обработку железа мы открыли. Ну, я бы по силам пока постоял. Или... Мне могут... Тут, может, варварская галера приплыть нафиг. Лучше постою. Ученичество. Винтри рудника. У меня, по-моему, один только на железе, да? Ну и, в принципе, мне негде больше на самом деле. На этом пока все. Спонсоры канала продолжения могут посмотреть прямо сейчас во вкладке сообщества. Для всех остальных оно появится завтра. Спасибо, что досмотрели до конца. Я Алексей Халецкий, тот, кто сделал это видео. Пользуясь случаем, хочу попросить вас поставить лайк, оставить комментарий и поделиться этим видео со своими друзьями или в социальных сетях. А также посмотреть другие мои видео, ссылки на которые вы видите сейчас на своем экране. Играйте в умные игры и всем пока! Субтитры сделал DimaTorzok